Специалисты Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Западно-Казахстанской области совместно с местными исполнительными органами в рамках пресс-туров и общественного мониторинга проверяют ход ремонтных работ на объектах тепла и электроэнергетики. Цель мероприятий – информирование потребителей о целевом использовании средств, получаемых от роста тарифов субъектами естественных монополий в рамках реализации новой тарифной политики «Тариф в обмен на инвестиции». А также об исполнении инвестиционных программ и модернизации активов предприятий монополистов. Во время пресс-туры по ТЭЦ Департамент комитета по регулированию естественных монополий с представителем местных исполнительных органов рассказали депутатам и общественникам о ходе реализации утвержденных инвестиционных программ АО «Шайк Теплоэнерго» за текущий год. Руководитель Департамента Гульжас Казбекова напомнила, что с 1 июня ввели в действие новый предельный тариф на подогрев воды и теплоэнергию на 2023-2028 годы. Таким образом, с 1 июня 2023 года среднеотпускные тарифы составили без НДС 5 434 тенге за 1 гигакалорию. В рамках этого тарифа запланирована реализация инвестиционной программы на общую сумму 3,5 миллиарда тенге, в том числе на этот год 423 миллиона тенге. И на сегодняшний день в рамках исполнения пункта медиаплана комитета, а также поручения Министерства национальной экономики проводится проверка о ходе исполнения данных мероприятий и проводится в целях освещения потребителям о ходе освоения средств по тарифу. В департамент комитета по регулированию естественных монополий поступила заявка об изменении затрат на газ. С законом предусмотрена статья, где субъекты естественных монополий имеют право изменить тариф до истечения срока действия в некоторых исключениях. Одним из исключений является изменение цены на стратегического товара, а с 1 июля увеличена цена на оптовый газ. Таким образом, предприятие просит повысить стоимость своих услуг на 6% от действующего нового тарифа. Генеральный директор АОШЭК Теплоэнерго Бакжан Акимгужин рассказывает, что это вынужденная мера. Ведь в противном случае предприятие работало бы в себе убыток. К слову, долг предприятия перед газовиками превышает 800 миллионов тенге. Новый тариф вступил в силу, но вы должны понимать, что в летнее время мы этот тариф не можем никак почувствовать, потому что отопительный сезон начинается с октября, и только с октября будут начисления по новому тарифу. И после этого только мы, в принципе, финансовое состояние можем улучшить. В связи с удорожанием газа вы вновь подали заявку? В связи с удорожанием газа мы вновь подали заявку. Как вы сами прекрасно знаете, на 15% газ подорожал. Предприятие не может же в убыток работать. Поэтому мы еще подали, сейчас в данный момент рассматривается. Депутаты, ознакомившись с работой предприятия, сделали следующие выводы. Сегодня мы ознакомились с деятельностью АОЖЭК Теплоэнерго, работу которого я могу назвать достаточно неплохой. Очень радует, что на базе предприятия запустили новую градирню. Благодаря этому сократилось количество технической воды, используемой для НУШТЭЦ из реки Урал. Конечно, техническое оборудование здесь старое, которое работает с 70-х годов. Все это нужно обновлять, а для этого опять-таки требуются большие средства. Также сегодня я узнал, что предприятию не хватает порядка 400 сотрудников. В основном это электрики, средняя зарплата которых составляет около 190 тысяч тенге в месяц. Напомним, 13 июня состоялся запуск новой градирни в АОЖЭК Теплоэнерго. Аким Западказастанской области на ремонтуре Галиев отметил, что проекты реконструкции, турбоагрегаты и градирни обошлись в 6 миллиардов тенге. Дана Керимбаева, Эбола Джигапара, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.